День рождения, праздник семейный. Такое событие имеет теплую, хорошую традицию собираться вместе за просмотром старого фотоальбома. И это касается жизни не только человека, но и города. Наш Минск, он как птица-феникс, пережил свое время пепла. Вот такая картина открывалась в направлении теперешней площади свободы ровно 73 года назад, когда столицу освободили от захватчиков. А вот таким спустя несколько лет послевоенная фотохроника запечатлела возрождающийся из пепла Минск. Ну а такой мы знаем столицу сегодня. Минску исполнилось 950. Из небольшого поселения он превратился в крупный город, центр княжества, главный город губернии, затем республики и, наконец, возмужав, стал современной столицей независимого государства. Но главное в любом городе, его душа – это жители, те, кто наполняют улицы жизненной энергией. Одним из таких людей был мой дедушка. Ровно полвека назад ему вручили вот такую медаль к 900-летию Минска. Как человеку поколения, которое возрождало двор от жизни из руин Второй мировой. Несмотря на солидный возраст, а наша столица, кстати, старше многих городов Европы, Минск живет полной жизнью. Так сегодня столица Беларуси – один из спортивных центров мира. Сейчас мы находимся на полумарафоне, который вот уже который год задает новый ритм жизни улицам города. И вот такие медали как раз для тех, кто в этом ритме впереди. Так сегодня Минск близок к пику своей спортивной формы, а уже через два года город станет огромной площадкой для вторых европейских игр. Спортивному марафону предшествуют строительные, объекты уже приближаются к финишу. Ну а мы сегодня в программе вместе с вами распаковываем главные подарки для нашей столицы и пробежим по главным темам недели. Это главный эфир Полина Шуба и Максим Угляница. Смотрите сегодня. Быстрее, выше, сильнее. Олимпийская мотивация или как Беларусь готовится к европейским играм? Если вы хотите что-то завоевать в спорте, надо быть на голову выше других. Кто заложит фундамент будущих побед? Площадка под монтаж чаши Олимпийского огня. Обратный отсчет до главного старта континента в нашем эфире. Как Максим Мирный дошел от Мазовских кортов до стадионов Юз Опен и Ролан Гарос? Далеко, далеко там за океаном. Все равно мой дом. Первая подача. Здесь не ступала нога журналиста. Мы покажем бэкстейдж. Макс Мирный лайф. Легенды о легенде. Для кого Джокович и Федерер оставили все свои дела. Специально для главного эфира. Специально для главного эфира. Запад-2017. Оборонная суть учений и сверхспособности новинок белорусского ВПК, которые полюбились не только военным, но и гражданским. Система оплаты. А также экспертный взгляд тяжелой политической артиллерии. Без учения армии не существует. Армия должна всегда тренироваться, учиться. Эксклюзивное интервью с Геннадием Зюгановым. Времена меняются. Английский акцент открыл глаза туристам на столицу Беларуси. Как города-побратимы дополняют друг друга. Стиль белорусского бусла на другом конце Евразии. Только ударные новости сегодня в программе. 649 дней остается до старта вторых европейских игр. Они пройдут в Минске в 2019 году. Казалось бы, времени еще много. На самом деле уже сейчас нужно решать множество технических вопросов. От организации питания до обеспечения безопасности. Форум ожидается масштабно. Более 4000 спортсменов, еще несколько тысяч тренеров и обслуживающего персонала из 50 стран. Плюс многочисленные журналисты и вип-гости из различных государств. И это, конечно, не считая спортивных болельщиков. Как ранее отмечал глава государства, этот праздник спорта призван консолидировать белорусов и объединить всю Европу. Среди преимуществ Минска, как столицы европейских игр, выгодное географическое расположение. Все-таки центр Европы находится именно тут. И готовность большинства спортивных объектов. То есть вкладывать большие деньги в строительство множества новых сооружений не нужно. Да и в целом Беларусь очень рачительно подходит к организации масштабного спортивного форума. По расчетам правительства, затраты на его проведение составят около 40 миллионов евро. Но сравните, Азербайджан потратил на подготовку и проведение первых европейских игр около 5 миллиардов долларов. В Минске же делают ставку на душевность в проведении турнира, как отражение лучших качеств белорусского народа. Кстати, об этих качествах. Помните один из самых ярких и памятных моментов первых европейских игр в Баку? Поступок белорусского самбиста Степана Попова. После победы над атлетом из Азербайджана он буквально принес на себе поверженного соперника в раздевалку. Ведь тот уже не мог передвигаться самостоятельно. Этот поступок тут же назвали образцом взаимоуважения и фейерплей, честной борьбы в спорте. В общем, пример хоккейного чемпионата мира 2014 и других состязаний убедил всех. Беларусь умеет принимать турниры самого высокого уровня. И создавать атмосферу, в которой комфортно всем. И спортсменам, и болельщикам. Как идет подготовка к теперешним масштабным соревнованиям, расскажет Станислав Липский. 22 апреля. Год 2017. Республиканский субботник. В нем традиционно принимает участие Александр Лукашенко. Бригада президента в этот день занималась бетонированием балов на первом этаже строящегося центра подготовки по художественной гимнастике. Сегодня в будущем доме Белорусской Грации завершается процесс кирпичной кладки. Объект впечатляет своими масштабами. Два больших зала, бассейн, хореографические классы, кафе и даже гостиница на 18 мест. Представьте, какое пространство. 42 метра на 42 в плане и 18 в высоту. Объект уже включен в перечень сооружений, которые примут участников вторых европейских игр. Центр станет разминочным для гостей турнира. При возведении дворца художественной гимнастики впервые на заводе строительных конструкций Минска «Железобетон» были изготовлены 42 металлические фермы. Как видите, их 14 штук. И что самое главное, их монтаж прошел идеально. Как следствие, сегодня кровельные работы на объекте завершены на 60%. В сентябре планируем кровельные работы под первый слой завершить. Форсируем даже работы по благоустройству. Планируем процентов на 80-85 их завершить до наступления холодов. Дворец художественной гимнастики изначально планировали сделать более масштабным. Однако проект было решено оптимизировать. В этом зале не предусмотрены большие трибуны. Троительство дополнительных трибун потребовало бы дополнительных ассигнований. А это не совсем рачительно с точки зрения государственных трат. Мы рассчитываем, что к нам будут приезжать уже иностранные гимнастики, тренироваться. Это тоже дополнительная доходная статья. Поэтому мы думаем в этом, работаем в направлении. Но основная задача – это, конечно, подготовка нашей национальной сборной. А это стадион «Динамо» – главная арена Евроигр-2019. Его реконструкция идет с 2012 года. Изначально сдать арену планировали к концу 2017-го. Однако сроки затянули. Торжественное открытие стадиона намечено на лето будущего года. Абсолютно все объекты грядущего спортивного праздника должны быть введены в эксплуатацию минимум за год до начала соревнований. Именно этого потребовал президент на расширенном заседании из полкома Национального олимпийского комитета в четверг. Меня информируют об отставании в подготовке спортивной инфраструктуры и других объектов. Какие проблемы, например, мешают ввести в эксплуатацию Минский стадион «Динамо» в 2017 году, как это предусмотрено соответствующим решением президента. Все прекрасно понимают, что нам нужно его еще протестировать, этот стадион, с точки зрения легкоатлетических соревнований, отработать церемонии открытия и закрытия игр. Мне сегодня правительство вносит предложение перенести на 31 декабря 2018 года срок окончания реконструкции спортивно-стрелкового комплекса в Уруси. Я даже не задаю вопрос, поздно это или не поздно. Отвечаю на все вопросы сразу. Никаких предложений на мое имя о переносе сроков быть не может. Все, как решили, должно быть срок сделано. Проведение в Беларуси европейских игр должно еще больше консолидировать нацию. Напомним, право провести эти масштабные соревнования наша страна получила почти год назад. Причем инициатива исходила от международной спортивной общественности, которая высоко оценила заслуги Беларуси в развитии мирового спорта. Повлиял на такое решение и высокий уровень организации международных мероприятий, которые все чаще доверяют нашей стране. В первую очередь речь идет о чемпионате мира по хоккею 2014 года, который был признан одним из лучших за всю историю проведения подобных турниров. Уже много лет в Беларуси создается современная инфраструктура и не только спортивная. К нам с удовольствием приезжают гости со всех уголков мира. Большое значение при этом имеет существующая в нашей стране атмосфера стабильности, толерантности и, самое главное, безопасности. Все это также было учтено. Нами были внимательно изучены предложения Европейского Олимпийского комитета с прогнозированной предстоящей расходом. Как уверяло правительство, они будут относительно небольшими – 35-40 миллионов евро. Мы решили, что готовы подставить в плечо Европейской Олимпийской семье и провести данное мероприятие. При этом со стороны Европейского Олимпийского комитета нам было обещано всякое содействие в решении всех вопросов, а также ресурсная и финансовая помощь. При этом вот то, что я сказал, не надо представлять, что мы сделали некое одолжение европейской спортивной семье. Это прежде для нас благо, то, что Европейский Олимпийский комитет предоставил нам право проведения такого мероприятия. Прежде всего, основной вопрос, ради чего, в общем-то, мы затеяли эту драку. Страна играми еще не живет. Для кого мы встает вопрос, когда проводим эти игры? Вот для нас, с вами, сидящих за этим столом, оставляет желать лучшего освещения хода подготовки европейских игр. Хотелось бы услышать, что делается в этом направлении, когда наши граждане начнут получать информацию о том, как идет подобная работа. Ведь европейские игры – важное событие, которое должно придать мощный импульс идеологической нашему обществу. Еще больше консолидировать нацию. А ведь стать частью спортивного праздника сегодня может каждый. Более того, у каждого есть шанс объединить участников и гостей Европейских игр 2019 вокруг именно своей идеи. В стране объявлен конкурс на разработку талисмана-турнира. Однако, кроме заявки, отправленной по электронной почте на адрес организаторов, важно объяснить, почему именно ваш эскиз маскота лучше всего отвечает требованиям конкурса. Одно из основных требований конкурса – чтобы талисман соответствовал общей концепции европейских игр. Она у нас в этом году связана, ассоциируется с купальем, с народным нашим праздником купалья. И причем не случайно старт данного конкурса был дан именно на празднование дня купалья 7 июля. В программе Евроигр 15 видов спорта. Среди них – бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба, велосипедный спорт, гимнастика, гребли на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, пистолета и винтовки, настольный теннис и пляжный футбол. 10 из них будут отборочными на Олимпиаду в Токио 2020. Всего атлеты разыграют 189 комплектов наград. Белорусские спортсмены не должны остаться в стороне от медальных разборок. Если вы хотите что-то завоевать в спорте, надо быть на голову выше других. Так было с советскими спортсменами. Многие это помнят. Давили, душили, травили. И для того, чтобы выступить хорошо, все должны быть безоговорочными лидерами. Поэтому главное – это спортсмены. Спортсмены, и у вас время есть для того, чтобы перестроиться, для того, чтобы поменять тренера, если это нужно. И прекратите ссылаться на какие-то перестройки, перетурбации. Смену поколений и так далее. Поэтому приходите за деньгами, если есть перспективный спортсмен и тренер. Под это мы будем деньги выделять. А потом спрашивать с них за результат. Время ярких побед – слоган Евроигр. К слову, Белтель радиокомпания уже начала съемки имиджевых роликов к турниру. Олимпийские чемпионы, призеры и триумфаторы планетарных формов и первенства Европы. Простые белорусы задействованы в них. Съемки постановочные. Свет до дефлекции камеры высокого разрешения. Труд кропотливый. Час работы позже вылится всего в 15 секунд эфирного материала. Это имиджевая история. По сюжету активны молодые ребята, которые очень любят спорт, любят нашу страну, собирают за собой. Народ собирают за собой спортсменов. И стоят в ожидании вот этого праздника, который начнется очень скоро, в 2019 году. Вторые европейские игры – самый крупный старт в Старом Свете, в 2019 году. Минск вновь погрузится в атмосферу спортивного праздника. Но отнюдь не только организация масштабного форума, как его соревновательных моментов, так и околотурнирных вопросов повлияет на мнение каждого гостя о нашей стране. Прежде всего мы, белорусы, своей открытостью и красотой нации можем установить рекорд душевности подобных турниров. В главном эфире Станислав Липский, Алена Горельчик, Виталий Селявко и Николай Рузамин. Итак, до вторых европейских игр еще почти два года. И все это время мы будем подробно рассказывать о том, как Беларусь готовится принять масштабные соревнования. Ну а эти старты уже стали традицией. Сегодня в белорусской столице прошел третий по счету Минский полумарафон. Это был самый массовый в истории нашей страны забег. По улицам города пробежали около 30 тысяч человек. Среди них не только белорусские любители бега, но и гости из почти 50 стран. Известные спортсмены, звезды шоу-бизнеса, дипломаты, чиновники в этот день надели майки и кроссовки. Среди участников полумарафона и команда агентства теленовостей Белтель радиокомпании. Например, наша коллега Виктория Сенкевич не пропустила ни одного такого забега. Полина, а тебя мы когда-нибудь увидим среди бегущих? Максим, ну к таким стартам я пока не готова, но вот возможно в будущем присоединюсь к нашей команде. Ну а вообще кто-то сегодня бежал, что называется, для здоровья, кто-то с высокими благотворительными целями. Минский полумарафон – это еще и отличная возможность увидеть белорусскую столицу с необычной стороны. Ну, когда еще вы сможете пробежать, а не проехать по центральным минским проспектам и улицам. Большая команда агентствователей новостей вместе со всеми вышла на старт, а наш обозреватель Андрей Козлов пробежал дистанцию в 10 километров между прямыми включениями и взял с собой гаджет, чтобы фиксировать каждый шаг. Только посмотрите, сколько народу сейчас 9 часов 25 минут. 10 минут назад здесь не было никого, а сейчас уже просто яблоку негде упасть. Если кто-то чуть опоздал, то ему уже будет сложно вовремя пробиться. Осталось немного времени, чтобы размяться и можно приспать к действию. А теперь сделаем самое красивое в мире, но мы все вместе! Два, три, четыре! Девушки, я случай не возмутирую, не возмутирую. О, после разминки немного драйв, да! Три, три, два, один! Погнали! Погнали! Всем удачного, Олега! Отличного настроения! Не восхоялся, Олега! Вот тут бегаю, я еще танцую, выкладываю танцев. Сколько собираетесь сегодня? Ну, я к себе, опять по голове километра. Думаю, отгоняют меня пара киниться, потом посмотрел, оказывается, это мои коллеги, Ян Пашкевич, Надежда Сербиненко. Но бежали они так уверенно, что, я думаю, еще очередная группа людей, которые меня сегодня обгонят. Главное, не победу, а участие. Можно, например, пройти пешком. Здесь два потока разделяются. Направо бегут те, кто собирается бежать 10 километров, налево те, кто 5. Андрей, тут споносный поворот, делай свой выбор, не ошибись. Вот снова мы настигаем Евгения Первого. Он старается, старается. Кто-нибудь обращался в помощь уже? Никто не обращался. Это здорово. Ну, когда слышишь наши национальные белорусские песни, что бежать хочется, что быстрее, быстрее. Вот когда ее, стоп, стоп, стоп. В команде есть первый, не то что выбывший, но взявший паузу. А сколько мы пробежали? Мало, Надя. Здрасте. Здрасте. Все, как она была садильной, поверите. Вы из Норвегии? Так, я приехал. Поддержите нас, девушка. Здрасте. Ну вот, друзья, первый позитивный указатель. Хочется даже иногда не бежать, а танцевать. Поверите вперед! Компартия в полном составе, товарищи. Илюх, привет. Здравия, давай, 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 давай. Помогает, помогает. Мамечательно. Мне все помогают, все, друзья. Я тебя подожду. Первый канал, между прочим. Запотел объектив у меня. Друзья, метров 500. И все. Водички на порошку. В этот раз не буду все обливать. То есть на себя. Орежь его. Пусть победа. Место тысячное. Женя, давай, Женя, Женя. Молодец, молодец. Огонь. Кайф. Бегайте, бегайте. Спасибо большое. Ну вот так выглядит эта медаль. 950-летие Минска. Шикарная, шикарная просто награда. А каково это уступить Евгению первому? А вы, если бы тебе уступили? Да, он уже прибежал. Он прибежал первым, боже, я уступил, Женя. Смотрите, как объединяет чемпионка мира по легкой атлетике, коммитатор телеканала «Долларов-5» и наша команда «ТН». И главный бездельник, да. Вот он, кстати. В главном эфире Евгений Первин, Марина Арзамасова, Ян Пашкевич, Андрей Козлов, Анна Любенкова, Надежда Сербиненко и Вадим Анатольевич Девятов. И Николай Лашкевич. Итак, сегодня Минск уже в третий раз был местом проведения, судя по растущему числу участников, полюбившегося полумарафона. А скоро столица впервые ждет у себя престижнейший турнир по теннису. Наши девушки этой весной свершили сенсацию, пробившись в финал Кубка Федераций. В ноябре наши теннисистки сразятся на минских кортах с сильнейшими теннисистками планеты – сборной США. Тем временем теннисные болельщики с нетерпением ждут следующей недели. В пятницу в швейцарском Биле стартует матч между Беларусью и Швейцарией за выход в мировую группу Кубка Дэвиса. Последний раз наша команда выступала в этой группе 10 лет назад. Зато швейцарцы находятся там уже 6 лет. Правда, как говорят спортивные эксперты, положение команды сейчас зыбко, как никогда. Так что белорусские теннисисты в шаге от возвращения в элиту. Кстати, среди тех, кто выйдет на корт для сборной Беларуси, наш проверенный боец Максим Мирный. А за день до начала этого матча в эфире «Беларусь-1» состоится премьера фильма «Макс Мирный Лайф». Это один из серии видеофильмов о наших известных спортсменах, которые агентство теленовостей подготовило к старту нового сезона. Автор фильма о легенде белорусского тенниса Анна Эйсман сегодня в нашей студии. Добрый вечер, Аня. Добрый вечер, Максим, Полина. Максиму Мирному, как мы знаем, исполнилось в этом году 40 лет. Так вот этот фильм своеобразный подарок к праздничной дате? Разумеется, Максим отпраздновал день рождения в июле, но, как известно, мужчины не очень любят праздновать 40-летний юбилей. Поэтому мы решили, что выйдет фильм в эфир в канун матча Кубка Дэвиса. Потому что Макс, конечно же, это легенда нашей команды. Более 20 лет, играя за сборную, он этого заслужил, конечно же. Ну, действительно, очень давно мы уже следим за выступлениями Макса Мирного, за его жизнью. Неужели есть что-то, чего мы не знаем? Вот что нового будет в твоем фильме? Ну, мне кажется, чем старше становится Максим и чем ближе финал его карьеры, а это, к сожалению, когда-то да случится, тем откровеннее становится интервью. Ну, это во-первых. Во-вторых, мы попытались побывать в тех местах знаковых для Максима и поговорить с теми людьми, кто сыграл большую роль в его жизни и карьере. И я думаю, что мы передадим вот все эти эмоции в нашем фильме. Где побывали, расскажи? В первую очередь, конечно же, съемки велись в Минске. Мы побывали в доме у Максима на Минском море. Также мы поговорили с его мамой Татьяной, естественно, с отцом Николаем, большое интервью. И посетили центр теннисный Макса Мирного. Максим редко приезжает в Минск, но всегда находит время, чтобы зайти в центр и поиграть с детишками, воспитанниками. Так что это тоже будет очень интересно посмотреть. Ну и явно после Минска вы отправились за Максом по миру. Да, конечно, это было главное условие, потому что мы все видим Макса вот здесь, в Минске, когда он переезжает, а нам очень хотелось посмотреть, как он там, как он там себя чувствует, как к нему относятся люди. И, конечно же, приятно было понять, что его безумно уважает, уважает всю его семью. Ну, первое место назначения — это Париж. Максим показал нам Ролан Гарос. Турнир, который был для него уже 21-м по счету, и он его выигрывал четырежды. Нам он провел экскурсию в те знаменитые стадионы, где он поднимал трофеи над головой. Ну и, конечно же, нам удалось записать эксклюзивное интервью с такими легендами современности, как Новак Джокович и Рафаэль Надаль. И что приятно, обычно теннисисты очень замыкаются во время турнира. Они не любят давать интервью, но как только мы говорили, о ком пойдет речь и для кого мы снимаем фильм, они сразу — о, да, конечно, Максим, Биг Папа, так они ласково называют отца Николая. И они соглашались с удовольствием, и это, конечно, огромный показатель. Но и на этом путешествия не закончились. Да, далее мы, конечно, перелетели океан. Во Флориду мы попали. Конечно же, в первую очередь мы, опять-таки, побывали в доме у Макса во Флориде, где сейчас во время учебного года живет его семья, супруга Ксения и дети. А затем мы посетили Академию Ника Балетери, знаменитую кузницу топ-игроков мирового уровня. И именно там Максим в 14-летнем возрасте учился и теннису, и просто в общеобразовательной школе. Далее у вас в маршруте был Нью-Йорк. Нью-Йорк, а точнее его знаменитый район Бруклин, куда Макс, 13-летний, вместе со своим тренером Аркадием Эндельманом приехал постигать азы тенниса. Макс показал ту самую квартиру, где они поселились, показал те самые корты. Он говорит, тогда они показались ему невероятно шикарными, красивыми, яркими. Сейчас это абсолютно обшарпанные корты. Я не представляю, что в Беларуси были такие теннисные корты, такого плохого качества. Ну и, конечно, мы посетили заключительный в сезоне турнир Большого шлема US Open. У Макса там тоже только самые приятные воспоминания. Он выигрывал вместе с Викторией Азаренко, Лейтоном Хьюиттом. Их интервью тоже вы увидите в фильме. Вы не встретили там Сирену Уильямс, с которой Макс выигрывал в 98-м году US Open. Но у нее была очень уважительная причина. Она только что стала мамой. Ну, а мы очень мило пообщались с семьей Роджера Федерера, которая дружна с семьей Макса. Роджер, давний партнер Максима, также поделился своими историями о Максе. И это далеко не все те звезды тенниса. Перечислять можно долго, лучше все увидеть в фильме. Ну, кстати, Федерер, ты о нем сказал, он же швейцарец. Именно со швейцарцами белорусской сборной играть вот в этом решающем матче за выход в мировую группу Кубка Дэвиса. Сам он выйдет на корт против Макса нашего? Нет, сам он не выйдет, к сожалению. Может быть, к счастью нашему не выйдет и еще один лидер сборной Санислава Авренко. Но я не могла не спросить у Роджера, что же он думает о ближайшем противостоянии. И предлагаю услышать его ответ. Уже совсем скоро Макс приедет к тебе на родину в гости Кубок Дэвиса, матч за выход в мировую группу. Твой прогноз, кто победит? Буквально сегодня мы говорили об этом с Максом. Он как-то приезжал ко мне на неделю в Базель. Мы тренировались и ездили каждую неделю в Биль, где и состоится матч Кубка Дэвиса. Он знает этот центр, там много площадок, а также новый центральный корт, где прошел женский чемпионат. Я думаю, это будет сложный матч с поддержкой трибун, и швейцарцы в нем немного фавориты. Но опыт Макса поможет белорусской команде. Я не знаю, я надеюсь, что победит, конечно, Швейцария. Итак, совсем скоро матч-плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса 15, 16 и 17 сентября. Прямые трансляции смотрите на телеканале Беларусь 5. Анна, спасибо. И мы еще раз напомним, что накануне матча 14 сентября в эфире Беларусь 1, сразу после панорамы смотрите фильм «Макс Мирный лайф». Его автор Анна Исман была в нашей студии. Ему покорялись турниры «Большого шлема» и финал «Олимпийского турнира». Ему 40, и он все еще в деле. Уже в 21 раз я являюсь еще игроком. История жизни и карьеры. Легенды белорусского тенниса Максима Мирного. Ну что, готовы? От Мазовской школы до города Бруклина. Американская мечта. Из Минской Серебрянки в дом во Флориде. Сколько двоек получили? Минск. Париж. Больше всего я побеждал на Ролангаросе. Нью-Йорк. Последний мой финал именно на этом порте. Мы следовали по миру за Максом Мирным. И мы вам покажем и расскажем, как он становился чемпионом. Накануне матча Кубка Дэвиса, 14 сентября. «Макс Мирный лайф» после панорамы на Беларусь 1. Кстати, это не единственный эксклюзив в линейке программ, которую создают в агентстве теленовостей. Новый сезон открывает и новые проекты. Во-первых, уже знакомый зрителю специальный репортаж получил обновленную концепцию. Появится на Беларусь 1 и свое шоу, которое вы сможете в скором времени увидеть вечером в субботу. С летних каникул возвращается Клуб редакторов. Это уже седьмой сезон. В нем программа будет выходить по субботам после утренних новостей. С нового сезона АТН увеличивает и объем информационного вещания в прямом эфире. С 18 сентября появятся дополнительные выпуски в 13 и 17 часов под названием «Новости сейчас». В общем, будет интересно. Мир замер в ожидании очередного ядерного испытания в Северной Корее. По мнению экспертов, страна может приурочить его к годовщине своего основания. Она как раз отмечается на этих выходных. Неделю назад КНДР впервые испытала водородную бомбу. Это самый мощный тип ядерного оружия. Ранее официальный Вашингтон заявлял, новые атомные испытания станут красной чертой, передя которую Пхеньян столкнется с серьезными последствиями. Правда, вся эта история уже начинает напоминать день сурка. Очередная неделя начинается с пугающих сообщений Северной Кореи. Далее следует последнее американское предупреждение, объявленное непременно в Твиттере. И тишина до следующей недели. Такие заявления о неминуемом возмездии мы слышали после каждой взорванной на Корейском полуострове ядерной бомбы. А их было уже шесть. Правда, сейчас в регион стянуты беспрецедентные по мощи военные силы. И никто не может гарантировать, что у командования по обе стороны 38-й параллели не сдадут нервы. На Корейском полуострове сталкиваются интересы крупнейших держав планеты. И любая искра там может привести к началу войны, говорят эксперты. Но совсем близко от нас тлеет украинский конфликт. После подписания минских соглашений в Донбассе стало намного тише. Но и в Киеве, и в непризнанных республиках признают, противостояние может вспыхнуть с новой силой в любой момент. Сейчас Киев и Москва спорят о вводе на восток Украины миротворческой миссии. Стороны согласны. Голубые каски должны присутствовать в Донбассе. Однако консенсуса о составе, численности и местах размещения миссий пока нет. Я напомню, по самым скромным оценкам, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек. Наблюдатели регулярно фиксируют случаи нарушения режима тишины. Эхо конфликта отдается и за сотни километров от линии соприкосновения. В Киеве в пятницу взлетел на воздух автомобиль с бойцом добровольческого батальона имени Джохара Дудаева. Это формирование, состоявшее из этнических чеченцев, принимало участие в боях на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данным МВД Украины, причиной взрыва стала заложенная в машине бомба. Чтобы не ждать у себя миротворцев, а самим быть творцами мира, очень важно сохранять стабильность в стране политическую, экономическую и военную. Особое внимание тут безопасности и правопорядку. Актуальные вопросы в этой сфере на неделе обсуждали у главы государства. Александр Лукашенко принял с докладами ключевых силовиков страны. Так, госсекретарь Совета безопасности доложил о результатах контроля первого этапа уборочной кампании. Оценка в целом положительная. Есть, конечно, факты пьянства, разгильдяйства, небрежного отношения к технике и урожаю, но комплексно сработали хорошо. Не оставили в полях десятую часть урожая, а значит, сохранили для страны и агрария в свыше миллиона тонн хлеба или около 200 миллионов долларов выручки. Поручение не ослаблять хватку до конца страды. Генпрокурор отчитался о возврате просроченной дебюторской задолженности. Это когда иностранные партнеры должны нашим производителям за уже поставленный товар. Сейчас таких долгов на кругленькую сумму полмиллиарда долларов. Во многих случаях есть основания подозревать дилеров как минимум в некомпетентности, а как максимум в коррупции. Поручение внимательно пересмотреть правовые рамки и работу дилерской сети. Срок жесткий – один месяц. Системно проработали на совещании такие острые вопросы, как ограничение продажи спиртного и, шире, борьба с алкоголизмом и семейным насилием. Оно чаще всего спровоцировано зеленым змеем. Еще одна серьезная тема – либерализация ответственности за экономические преступления. Речь, конечно, о тех, что не были умышленными и не причинили тяжелых последствий для трудовых коллективов, кредиторов, партнеров по бизнесу и госказны. Практика по формуле «вернул деньги, можешь просить помилования» в Беларуси существует давно. Вопрос лишь в ее расширении и придании системности на уровне закона. И все же центральной темой президентского штаба по безопасности стало учение «Запад-2017». С одной стороны, высокая организация военных, четкость и прозрачность для наблюдателей, но с другой – опасения партнеров, порой доходящие до истерик и почти вакханалия в отдельных западных и южных СМИ. Президент категоричен – хватит оправдываться за свой долг и свои национальные интересы. Хватит оправдываться. Мы тут вот оборонительный характер, наше учение носит еще чего-то. Есть армия, есть совместная группировка вооруженная на западном направлении Беларуси и России. А коли она существует, мы ни от кого это не скрывали, мы ее будем учить. Учить воевать. На всякий случай. Мы нападать ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения, мы пригласили всех желающих практически. Пусть приезжают и смотрят. Тема белорусско-российского учения, безусловно, в эти дни одна из самых жарких, но не в Беларуси. Наши партнеры иногда доходят, увы, до истерик и абсурда. Закрывая небо, стягивая дополнительные контингенты. В самой же Беларуси, как следует из доклада министра обороны, подготовка идет спокойно и по плану. Люди размещены, ждут авиацию. На предстоящей неделе начнутся штабные тренировки. Наблюдатели приглашены в максимальном количестве. Желающие увидеть, да увидят. Мы пригласили на проведение учения на активную фазу соответствующих представителей иностранных государств. Это и международные организации, и военные атташат, и наблюдатели из наших государств, поисков добрососедств. Это Польша, Литва, Латвия, и Эстония, Швеция, и Норвегия. Те, которые нас приглашали на свои мероприятия, на свои территории. Мы когда проводим парад в Минске, допустим, тоже очень много пишут, много рассказывают, страхи всякие, все остальное. Парад заканчивается, а в 14 часов уже прекращают писать. То же самое будет после учения. Поэтому проще задавать вопросы тем, которые писали перед учением. Это плановое мероприятие, которое было еще предписано в 2009 году. И еще об истериках. Подготовка к войне, массовую мобилизацию европейских границ, оккупация Восточной Европы и Балтии. С такими заголовками уже который месяц выходят крупнейшие европейские издания. Причина шумихи – плановое, оборонительное белорусско-российское учение «Запад-2017». Такие маневры проводятся раз в два года, с 2009-го. А Минск и Москва не видят повода менять эту тенденцию. Тем не менее, ажиотаж вокруг «Запада-2017» иначе как «нездоровым» назвать сложно. Такой же эпитет хочется применить и в отношении фантазии европейских журналистов, которые описывают сценарий еще не начавшегося учения. Один пример. Британская «Гардиан» сообщает о 100-тысячной группировке, которая концентрируется у границ НАТО для нападения на Альянс. Аналитики считают, СМИ намеренно преувеличивают размах учения, чтобы оправдать перед европейскими налогоплательщиками рост расходов на оборону. Правда, у некоторых журналистов может случиться разрыв шаблонов. Ведь сам генсек НАТО совершенно спокоен по поводу будущих учений. На неделе Йенсус Толтенбергу пришлось лично успокаивать европейских министров обороны. Мы будем внимательно следить за ходом учений, и мы на страже, хотя и сохраняем спокойствие, поскольку не видим непосредственной угрозы ни одному из союзников НАТО. Мы отправляем трех экспертов на учения, получив приглашение от России и Беларуси. Наша цель заключается в том, чтобы реагировать взвешенным и пропорциональным образом, не провоцируя конфликт. Всего в учении Запад-2017 примут участие 12 700 военнослужащих из России и Беларуси. Причем на территории нашей страны будет задействован меньше контингент. Около 10 200 человек. Примерно 7 000 белорусов и 3 000 россиян. Для сравнения, в прошлогодних учениях анаконда в Польше участвовало втрое больше военных. Всего же на этот год у НАТО было запланировано 85 маневров. Треть из них у границ союзного государства. Прямо сейчас учение «Быстрый трезубец», в которых участвуют 14 стран, проходит на Яворовском полигоне под Львовом. Минобороны Беларуси подчеркивает, на фоне напряженной ситуации в регионе, Запад-2017 специально проводится на удаленных от госграницы полигонах с приглашением наблюдателей от НАТО и отдельно от стран-соседей. Однако в белорусском МИДе, с сожалению, констатирует, пока такая транспарентность не приносит результата. Эти меры способствовали бы, если бы со стороны наших западных партнеров не было бы желания искусственно нагнетать ситуацию. Если бы была искренняя заинтересованность в том, чтобы получить информацию об этих учениях, чтобы искренняя заинтересованность в объективной оценке ситуации, связанной с этим учением. Мы констатируем, что, к сожалению, такой искренней и объективной заинтересованности нет. Уже набила оскомину, условно говоря, повторять, что Беларусь никогда не представляла угрозы для соседних государств и не имеет намерения быть с такой угрозой. На учении «Запад-2017» Госкомвоенпром представит более 20 новых образцов вооружения, военной и специальной техники. Это беспилотные авиационные комплексы, легкобронированная техника с различными видами вооружения и модификаций, перспективные мобильные средства связи, станции радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами на различных вариантах шасси, модернизированная бронетехника и модернизированный комплекс управления огнем артиллерии. Некоторые модели, кстати, впервые представили в этом году на «Милексе». Например, бронированную разведывательно-дозорную машину «Кайман» или беспилотник «Беркут-2». А еще легкобронированный автомобиль «МЗКТ-490-100» — средства борьбы с беспилотниками «Гроза-С» и «Гроза-Р». Это лишь некоторые виды вооружений, которые на слуху. И, как заверяют представители Госкомвоенпрома, их участие в Западе 2017 — это предмет глубокой исследовательской работы. После можно будет оценить систему поддержки боевого потенциала вооруженных сил, перспективу развития и, конечно, убедиться в правильном выборе военно-промышленного комплекса нашей страны. А теперь давайте рассмотрим некоторые модели новейших вооружений. Испытание новых образцов вооружения военной и специальной техники во время Запада 2017 пройдет на шести полигонах. Некоторые модели достойны особого внимания. Мобильное бронированное транспортное средство «Кайман» создано специалистами 140-го ремонтного завода в Борисове. Эта машина предназначена для участия в разведывательных и диверсионных операциях, патрулировании и сопровождении колонн, проведении миротворческих и милицейских операций, введения действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Впервые модель была представлена на международной выставке военной техники в феврале этого года в Абудабе. Широкой публике в Беларуси «Кайман» показали в мае на «Миликсе». Несмотря на определенное сходство с советской БРДМ-2, «Кайман» — абсолютно новая и самостоятельная разработка Борисовского завода. По бокам в корпусе устроены люки для десантирования, на крыше — поворотный погон под установку боевого модуля. На хорошей дороге «Кайман», полная масса которого с вооружением составляет 7 тонн, может разгоняться до 100 км в час. Запас хода составляет 1000 км. «Гроза-Р» — белорусская винтовка для охоты на дронов. Детище конструкторского бюро «Радар». Как всем известно, дроны уже давно активно используются во время проведения боевых кампаний по всему миру. Основой для «Грозы-Р» стала пневматическая винтовка, используемая для страйкбольных состязаний. Ружье для дронов разборное, так что во время транспортировки аккумулятор и антенноглушитель нужно переносить отдельно. Они подключаются к корпусу непосредственно перед стрельбой с помощью кабеля. Принцип работы «Грозы-Р» довольно прост. На винтовке установлены три антенны. Их задача заключается в заглушении вражеских сигналов. Лишившись связи с оператором, дрон теряет управление, после чего или разбивается, падая вниз с высоты, или становится трофеем. Комплекс «Гроза-С» предлагается строить на базе автомобильного шасси гражданской машины, что позволяет ввести в его состав различные компоненты. Или на базе шасси МЗКТ – броневика «Волок». Самоходка радиоэлектронной борьбы. Внутри кабины должны помещаться средства управления обработкой сигнала. За пределами корпуса машины-носителя помещаются несколько опорных устройств, в том числе две телескопические мачты, при помощи которых антенны поднимаются на рабочую высоту. Комплекс «Гроза-С» имеет ряд возможностей, обеспечивающих обнаружение как самих беспилотных аппаратов, так и каналов управления ими, либо наземных пунктов управления. Может сбить аппарат с заданного маршрута, заставить его пойти на посадку. Более того, некоторые возможности «Грозы-С» позволяют аналогичным образом воздействовать и на самолеты противника. Автомобиль МЗКТ «Волот В1» может легко гонять на скорости 120 км в час. Первый в своем роде белорусский бронеавтомобиль успешно прошел испытания. Новейшая разработка – Минского завода колесных тягачей. Ходовые качества МЗКТ 490-100 эксперты оценили во время демонстрационных пробегов на «Миликсе» в конце мая. Автомобиль создан в рамках комплексного системного проекта «Средства подвижности систем вооружения». Представляет собой полноприводный автомобиль капотной компоновки с установленным на раму цельнометаллическим сварным корпусом, обеспечивающим защиту класса БР-4. Новинка предназначена для перевозки 10 человек и вооружения в условиях повышенной террористической опасности. «Беркут-2» предназначен для введения оптико-электронной разведки местности днем и ночью, наблюдения, обнаружения и автоматизированное сопровождение объектов в диапазоне технических характеристик беспилотного авиационного комплекса. «Беркут-2» способен выдавать разведданные в реальном времени на командные пункты мотострелковых подразделений и подразделений ракетных войск и артиллерии. Его взлет осуществляется с помощью катапульты «Посадка» с использованием парашюта. По своим тактико-техническим характеристикам «Беркут-2» схож с «Беркут-1», но обладает существенными преимуществами. Время нахождения в воздухе не менее 120 минут, тактический радиус применения до 35 километров с высоты от 100 до 3000 метров. Всего же во время «Запад-2017» будет задействовано 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и ракетных систем залпового огня, 140 самолетов и вертолетов. А это более 20 новых образцов вооружения, военной и специальной техники. В главном эфире Виолетта Соколович и Владимир Королев. Совместное оборонительное учение и совместные проекты экономического развития Беларуси и России – это суверенное право и залог выживания наших государств в эпоху глобального противостояния и угрозы ядерного апокалипсиса. Такую позицию отстаивает глава Компартии России в деталях, предсказавший военно-политический хаос в год столетия Октябрьской революции. С политическим тяжеловесом пообщался наш политический обозреватель Андрей Кривошеев и произошло это сразу после встречи с белорусским лидером. Естественно, мы спросили про учение и инициативу Александра Лукашенко о новом большом договоре Хельсинки-2. Геннадий Андреевич, не так давно наш президент предложил такую большую глобальную инициативу, условно назвав ее «Хельсинки-2». Мол, первый большой договор сработал и на какое-то время остановил вот эту мировую истерию. Может быть, стоит действительно лидерам договориться? Вы, как опытный политик, считаете, что может такой большой договор сработать? Или уже договариваться не с кем? И слово не держит? Запомните, любая война заканчивается переговорами и заключением мирных соглашений договора. Договор в ядерный век лучше любого противостояния. Поэтому надо искать такие решения. Епрова поднапугана, Азия тоже, мы вместе с вами. А Белоруссия на алтарь победы положила каждого четвертого своего лучшего сына и дочь. Белоруссия острее других это чувствует и понимает. И Александр Григорьевич, как опытный государственный деятель, авторитетный политик, предлагает то, что давно стучится в двери окна. Надо садиться, искать решение и договариваться. Уверен, уверен, что это главный путь выхода из системного кризиса. Вот сейчас Путин и Си Дзиньпин предложили вариант регулирования северо-корейской проблемы. Нет военного решения. Какое атомное оружие? Ну или миллионы трупов. Не просто миллионы. Если в Корее загорится пожар, сразу сталкиваются Китай, Америка, Япония, Южная Корея, Россия. США. США это неизбежно. Поэтому надо искать решение за столом переговоров. И тут дипломатия, личный авторитет, влияние. Они играют решающую роль. Я бы прислушался к Александру Григорьевичу. Тем более Белоруссия имеет моральное право вносить такие предложения. Геннадий Андреевич, совсем скоро в Белоруссии пройдут масштабные стратегические учения совместно с Россией. Запад 2017. Но вот что для меня удивительно. Истерика, которая у наших коллег в прессе на Западе понятна. В Украине тоже ее понять можно. Но даже в российских средствах массовой информации мы находим такие критические шпильки по отношению к этим учениям. Вы можете объяснить, с чем это связано? Ну, во-первых, без учений армия не существует. Армия должна всегда тренироваться, учиться. Слово сказать, я начинал службу советской армии в Ручье. На танкодроме здесь строил танкодром. Потом три года служил в группе советской войны в Германии. Хорошо знаю. Армия должна быть у нас сильной, хорошо отмобилизованной. И тогда мы можем спать спокойно. Поэтому учения надо проводить. И это очень правильно. Что касается Запада и НАТО, они полтора десятка учений рядом в Прибалтике проводят. Потому что они ни орут, ни шумят. У нас все отцы и деды победители в гробу перевернулись, если узнали, что в Прибалтике Бундесвер проводит сегодня учения. Что американцы с англичанами туда прилетают. И в 150 километров от Питера и Ленинграда проводят эти учения. Поэтому спокойно к этому относитесь. Что касается России, у нас есть свои либеральные проамериканские круги, которые критикуют всех и вся. И которые, вообще говоря, обслуживают иностранный капитал. И никакого отношения они к нашей безопасности не имеют. А все, что идет на пользу нашим народам, они критиковали и будут критиковать. Беларусь не должна реагировать на такие статьи, заявления? Ну, должны прежде всего российские власти реагировать. Кстати, Беларусь не просто реагирует. Я посмотрел, у вас все наши каналы, все, и которые критикуют и президенты, и вас. Все вы смотрите, слушаете и ведете себя предельно корректно. Я бы возмущался, наверное, чаще. Вообще, это недопустимо по отношению к главному союзнику и нашим лучшим друзьям и братьям. Как вы говорили, дом, который сплочен внутри китайской мудрости, никогда не рассыпется. Да, да. Спасибо. Есть ли мирное решение у корейской проблемы, как повлияют политическая хромота Дональда Трампа и грядущие президентские выборы в России на европейский и мировой расклад сил? И какой политический прогноз на год дает главный коммунист России? Об этом и не только. Смотрите эксклюзив с Геннадием Зюгановым в проекте «Актуальное интервью». Кстати, на встрече с Александром Лукашенко Геннадий Зюганов рассказал о совхозе имени Ленина, что в Подмосковье, и даже подарил президенту несколько фотоальбомов, где показаны достижения образцового хозяйства. Наши журналисты съездили в передовой российский совхоз и нашли его тезку в Беларуси, в Бобруйском районе. Двойной репортаж смотрите во второй части программы. Минск, который нас объединяет. Столице Беларуси 950 лет. Времена меняются. Английский акцент открыл глаза туристам. Это сюрприз для туристов, которые приезжают сюда. И как города-побратимы дополняют друг друга. Стиль белорусского бусла на другом конце Евразии. Беларусь-Индия. Какая она? Мантра экономического роста двух государств. Поставили цель в миллиард долларов США. И наш интерес на субконтиненте. Мы говорим о технике грузоподъемностью 150 и выше тонн. Языком дипломатов о перспективах. Двойной эксклюзив главного эфира. Имени Ленина. Кто в Беларуси и России живет по заветам Ильича? Ленинцы вообще люди очень доброжелательные. Где вместо пенька интерактивная доска? По стопам вождя прошли наши журналисты. Возвращаясь из Кремля, Владимир Ильич остановил свой автомобиль примерно в этом месте. Социалистическое соревнование бизнес-проектов. Сегодня в программе. Еще 50 и миллениум. Свой день рождения белорусская столица празднует весело, спортивно, вкусно и громко. Улицы переполнены. В историческом центре количество туристов и горожан приближается к рекордному. Мне даже кажется, что абсолютно каждый минчанин в эти дни побывал хотя бы на одной праздничной локации. А их, Максим, было более 80. Из самых заметных, кажется, даже с высоты птичьего полета, это фестиваль воздухоплавания, историческая реконструкция битвы на Немиге и дегустация огромного именинного торта. Свой подарок Минску подготовили столичные кондитеры. Они испекли огромный торт весом почти в 300 килограммов. 9 лепестков, как 9 административных районов. Целая сладкая карта Минска. Коржи медово-заварные с тремя видами начинки. Торт съели меньше, чем за час. Ну а Минск, старожитный фестиваль любителей истории, перенес несколько тысяч человек на 9,5 веков назад. Это полное погружение во времена Полоцкого княжества, когда войска сошлись на берегах реки Немига. С того момента все и началось. В день города поздравили и жителей столицы. Звание «Минчанин года» удостоены 13 человек. Это те, кто каждый день своим трудом делает родной Минск успешным. Спустя 950 лет после тех событий на Немиге город расцвел. Это особенно подчеркивали и наши гости. Поздравить Минск приехали 19 делегаций из 12 стран. А еще в эти дни в столице настоящий свадебный бум. Пожениться в день города оказывается хорошая примета. Тысячной парой дворца бракосочетания стали невеста из Белоруссии и жених из Бахрейна. Торжества прошли и в концертном зале Верхний город. Там зарегистрировали брак сразу 9 пар. А уснул Минск, как истинный именинник, далеко за полночь. Только в 23 часа небо над Немигой раскрасил не просто салют. Лазерное фейерверк-шоу. Кстати, нашу столицу на прошлой неделе британский Таймс назвал одним из 30 стоящих направлений для уикенда. В издании отметили, здесь сохранены памятники, в архитектуре господствует этакий фьюжн, история рядом со стеклом и бетоном, но где они не спорят, а соседствуют. Плюс ко всему недорого. Авторы советуют попробовать в белорусской столице солянку и драники и зайти в один из десятков стильных баров. Что еще посмотреть туристу и как нам сделать свой город еще более открытым? Ксения Рапчинская выслушала мнение. Самый популярный сервис бронирования в мире утверждает, что лучшее время для путешествия в Минск – сентябрь. Точнее, утверждает не сервис, люди. Более 18 тысяч человек только на этой онлайн-странице оставили свой отзыв о нашем городе. Хвалят за природу, за театр, за уже набившую на москомину чистоту. Говорят, он живой, но не хаотичный, спокойный и в то же время яркий. Вечером. Нам все это уже привычно. Летом мы вдоволь наслушались классики и не только. Под открытым небом наелись на стрит-фуд-фестивалях, начали больше общаться прямо на улицах. Октябрьской, Зыбицкой, Революционной, Комсомольской. Они притягивают не только тысячи минчан, но и туристов. И именно им, тем, кто здесь проездом, кто однажды вернулся во второй раз или вовсе остался, именно людям, что не называют Минск домом, виднее, какой он. У них и спросили. Арман Скруз – руководитель управления в департаменте городского развития Рижской думы. В нашей столице бывает не реже раза в год. С далекого 85-го. Сегодня не просто делит сердце надвое между Ригой и Минском. Работает в Белорусско-Латвийском совете делового сотрудничества. Рига, наверное, город все-таки более туристический, чем Минск. Вот скажите, пожалуйста, несмотря на это, есть ли что-то, чему Риге можно поучиться у Минска и наоборот? Это не боязнь испытывать, пробовать новое. Вы экспериментируете, вы создаете город более приемлемым или более приятным для жителей и для гостей. Ну и что бы хотелось взять от Минска, у вас вот очень хорошо развит вот этот старый город, очень много мест, где трудно заехать с транспортом. Что касается истории, вы наверняка знаете, что Минск в военные годы был практически полностью разрушен, и мы историю воссоздаем и восстанавливаем по крупицам, но в то же время звучат разговоры о том, что отдельные районы надо полностью снести. Вот по какому пути идет Рига и какой из них, на ваш взгляд, наиболее верный? У нас исторический город, город наследия ЮНЕСКО, и очень строгий контроль за тем, чтобы история сохранялась, чтобы здания сохранялись в том историческом виде, как они были. И я думаю, что это очень правильное направление, тем более сейчас возможность достаточно технически развита, вернуть город Минск в тот бывший, изначальный вид, как он выглядел, потому что люди уходят, история остается. Наш Минск растет, и это особенно заметно тем, кто по его улицам ходит не каждый день. Растет буквально, не только с новыми районами, но и людьми. По официальной статистике, с 2006-го в столице прибавилось 200 тысяч человек. А это ни много ни мало, больше половины Могилева или почти весь Бобруйск. И все эти люди создают город под себя, для жизни. Понятно, что туристам хорошо там, где комфортно горожанам. Строится новая линия метро, появляются новые улицы, одних велодорожек в Минске уже больше 40 километров. Основная разрезающая город надвое от Ждановичей к Чижовке 27 километров, еще шесть, выделенная полоса на проспекте независимости, четыре на победителей. К слову, именно на двухколесном транспорте приехал на интервью Матеуш Адамский. Родился и жил в Варшаве, а потом его позвал в Минск. Уже год он узнает о городе что-то новое каждый день. Я был в першине в Минске в 2010 году. Город изменился очень сильно. Перед всем, в таком культурном плане, забавляльном плане, тут развилась вельми интенсивная барная культура. Ни одной, что бывало на славутой улице Зибицкой. И на самом речь, тое, что там отбывается в вечере, но это подобное на Болонию, на Рим, на Амстердам, на Лондон. Як вы видите, Минск старейший за Варшаву, например, той же Будапешт и многие другие городы европейские. Але Минск был знищеный под час войны. Мабыць, минавитых историй мы могли бы зарабить своим основным товаром туристичным. Але я, вось, я ею, амаль не засталося. Дык, на ваш погляд, что зараз мы можем показывать туристам в першую чергу? Минск отметный своей архитектурой, социалистичной архитектурой. Это цикавець гостей. У Минску есть все, что потребное замежным туристам. Есть видатные готели, рестораны, есть помники архитектуры. Есть и свои особи. И я думаю, что тут можно работать больше. Бо есть шмот героев, существенно-вядомых особов, которые связаны с Минском, которые родились тут. До речи, тут важной справой является безвизовый режим. И он изменил шмот. И хотя Минск Матеуш уже изучил хорошо, белорусов, говорит, успел узнать лучше. Для них две характеристики – трудолюбие и креативность. Впрочем, о городе можно сказать то же самое. Инициатива одного меняет, если не жизни, то выходные многих. Кому-то может показаться неважным и глупым, но улицы, полные баров и людей – это тоже туристическое лицо города. Одних кафе и ресторанов столица с 2006-го стала больше на тысячу. Это ли не говорит о спросе, в том числе и среди приезжих. Но с самим понятием «говорить» пока есть трудности. Английского в городе, но больше в целом в стране не хватает, говорит Фиона Гипп, посол Великобритании в нашей стране. Самое важное – это язык. Нет много людей, которые понимают английский язык. Это важно. Когда я посетаю музей, я могу читать на русском языке, но нет тоже по-английски, не всегда. Но трудности перевода не мешают признаваться нашему городу в любви. Мы с вами встретились в день рождения Минска. И сегодня как никогда легко, мне кажется, признаться ему в любви. Он яркий, он солнечный, нам повезло с погодой. Вы признавались уже ему в любви? Что вам нравится в Минске? Прежде всего я хотела бы поздравить Минск за день рождения. Но вы правда говорили, это легко, легко любить Минск. И мне нравится жить в Минске. Это чистый город, спокойный город. Удалось ли нам создать все-таки город для жизни? Он комфортный для передвижений, для того, чтобы вечером выйти прогуляться? Есть ли куда сходить? Конечно, есть культурная жизнь в Минске. И, по-моему, это сюрприз для туристов, которые приезжают сюда, потому что они не ждут такой город. Я знаю лично, потому что мои друзья. Когда они приезжают, они не знают, что ждут. И когда они вернутся в Великобританию, они мне сказали всегда, это красивый город. И сейчас мы хотим вернуться в следующем году. И количество туристов, убеждена посол, будет только расти. В этом не сомневается и бизнес. А иначе как объяснить, что за 10 лет 27 гостиниц, хостелов и других мест, где можно остановиться, трансформировались в 69? В 2005-м одновременно могли принять 343 тысячи туристов. Сегодня 594 тысячи. И тут, без сомнений, у них есть выбор. Как и у каждого из нас. Ведь город – это не улицы, указатели, здания и магазины. Это люди. И только нам делать его лучше, современнее, ярче и приветливее для туристов. Стоит хотя бы начать разбивать стереотип о том, что белорусы хмурые. И улыбнуться прохожему. В главном эфире Ксения Робчинская, Алексей Правдиков, Иван Мартынович и Виктор Борисов. Что ж, Минск уже давно ассоциируется с гостеприимством и радушным приемом. Но есть еще огромное количество известных вещей, не только названных в честь главного города страны. Но вот сразу навскидку можем вспомнить холодильник, мотоцикл, марку сигарет, футбольный клуб. А еще мало кто знает, что Минск с приставкой 3012 – это еще и астероид, открытый в конце 70-х годов прошлого века. Что интересно, его диаметр практически совпадает с реальным диаметром города. Курсирует астероид между орбитами Марса и Юпитера, так что для землян опасности не несет. А вот если вы столкнетесь с еще одним Минском, советую опасаться за свой слух. Американская думпостметал-группа, названная в честь столицы Беларуси, звучит, ну, очень громко. Да, можно себе представить. Но вот как-то тихо со своим Минском расстался Черноморский флот. Тяжелый авианесущий крейсер два десятилетия на совесть отслужил в водах Мирового океана. А в итоге в аварийном состоянии был продан с торгов за бесценок в начале 90-х. Всего за 4,5 миллиона долларов. Хотя только цветных металлов в нем было на сумму вдвое больше. До прошлого года крейсер был центром экспозиции в китайском военном тематическом парке Минск Уорлд. А теперь его ждет рейс в новый порт прописки в аналогичном парке Наньтуна. В эти дни поздравления белорусская столица принимает и от огромной семьи городов со всего мира. У Минска целых 23 побратима. От Великобритании до Японии. И в том числе сразу три из Китая. Вот такая большая семья. Не становятся ли тысячи километров преградой дружбе? Почему эти города так близки белорусам по духу и так далеки от нас в гастрономическом плане? Ян Пашкевич съездил в гости и узнал, как сходить на шоппинг с живой еды и получить урок кунг-фу прямо на улице. Спорим о вкусах прямо сейчас. Последний дом последнего правителя империи Цин. Город Чанчунь. Брат белорусской столицы более четверти века. Зарослили города порознь. Но встретившись, сразу нашли поводы для дружбы. И один и другой механическое сердце промышленности. Именно в Чанчуне собрали первый в Китае автомобиль. Сегодня народная марка «Красное знамя» строит элитные круизные лайнеры для дорог. Два эксклюзивных авто в знак дружбы здесь собрали. И для Белоруссии. Конкретно этот экспонат, именно на ней сам председатель Мао Цзэдун принимал в свое время парад военный в Китае. Стекло, пуля непробиваемая, и счет его толщины идет на десятки сантиметров. Ну, вот это уже не через 20, не через 30 лет. Уже в ноябре этого года. Оба белорусско-китайских брата и с высшим образованием. Чанчуньский университет делится мудростью учителей сразу с 70 тысячами студентов. Кроме того, здесь же работает и самая большая в Китае видеолаборатория – институт анимации. Ход его вместо вахтера охраняет знаменитый персонаж из «Властелина колец». А вот так наши студенты учат историю. Это оригинальная анимация, которой больше 100 лет. Это, можно сказать, самый первый рисованный мультфильм. Совсем не ожидал здесь встретить. Молк, ну погоди, что же ты тут делаешь? Сам не знаю, судя по разведению. Ну, это место, над которым развивается флаг Белоруссии. Здесь расположен белорусско-китайский индустриальный парк. С Белоруссией нас связывает не только работа. Я в прошлом году закончил магистратуру в БНТУ. До сих пор работаем со многими профессорами. Есть и общий проект выращивания белорусской клюквы в наших просторах. Одна из наших компаний начинала работать над этим лазером вместе с белорусскими коллегами из Минского технопарка. Теперь это косметическое ноу-хау. Вот, посмотрите, он удаляет черные пятна, а полиэтилен остается целым. Генеалогическое древо Минска пустило корни в городе Цилинь. Братские узы связали его с фрунзенским районом столицы. Тесно дружить с Минском мы начали только в этом году, но у нас уже огромные планы. В нашем городе появилась хоккейная команда, и здесь нам есть чему поучиться у белорусов. Ведь это, можно сказать, ваш национальный вид спорта. Прямо на улице уроки мастерства дают и местные жители. Вместе с ними открыли новое направление кунг-фу. Стиль ленивого зубра. Они же не обидятся, если я присоединюсь. Ну что, как вам мою кунг-фу, думаете, получится стать учеником Джеки Чана? Если даже не получится, то здоровье точно будет крепким. Полвека назад город стал местом события космического масштаба. Тут приземлился самый большой в мире каменный метеорит. Итак, если я дотронусь до метеорита, тут два варианта. Или я получу силу Супермена, или ничего не произойдет. И... Надо проверить, получу ли я силу этого метеорита. Ладно, может чуть позже проявится. Вот здесь на уличном рынке можно найти огромные красные тазы с вкусными, свежими. А вот это вот... Это все для еды? Да. А вот это что такое? Это уголь такой? Ночью под пивом вот это едят? Хотите заказать? Нет, заказать вряд ли. При этом друг к другу открыты не только двери городов-братьев, но и сердца их жителей. Ведь именно нити дружбы народов и переплетаются в самую крепкую связь. Привет, Беларусь! Добро пожаловать в Целинь! Ян Пашкевич в главном эфире Китай. Активно развивает партнерство Беларусь с другими странами Дальней Дуги. Так, предстоящая неделя начнется под знаком белорусско-индийских переговоров. Завтра Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Индию. Запланировано сразу несколько встреч с руководством этой южноазиатской страны. Александр Лукашенко встретится с коллегой Рамом Надхом Ковиндом. А также проведет переговоры с премьер-министром Наренд Раймоди. Будет обсуждаться развитие сотрудничества. В первую очередь речь пойдет об экономике, науке и образовании. Понятно, что акцент будет сделан и на взаимодействии Беларуси и Индии в формате евразийской интеграции. Новых возможностях для инвест-сотрудничества. В понедельник в индийской столице открывается и бизнес-форум. Участие в нем принимают топ-менеджеры крупных предприятий. Интерес к форуму проявили уже как минимум 150 индийских бизнесменов. В столице Индии уже находится наша съемочная группа на связи из Нью-Дели Наталья Бреус. Четверть века дипотношения между странами и всегда Беларусь и Индия находили точки соприкосновения. Но, как часто говорят в таких случаях, уровень взаимодействия уж точно не соответствует потенциалу двух государств. Александр Лукашенко бывал в Индии дважды, тем самым поддерживая диалог на высшем уровне. Но нынешний визит поистине исторический, ведь по сути знаменует новый этап в отношениях двух государств. Большое внимание приковано к соперничеству США и Китая за право называться первой экономикой мира. И потому не так заметно, что именно Индия на третьей позиции в этом рейтинге. Надо сказать, страна стремительно развивается, наступая на пятки этим державам. Именно это южноазиатское государство, по мнению экспертов, будет показывать стабильный рост в ближайшие годы. Как минимум по 7% в год. Премьер-министр Нарендра Моди, придя к власти в 2014 году, обещал модернизировать Индию, подстегнуть промышленное производство и инфраструктуру. Беларусь с ее технологиями и товарами может оказаться очень кстати, стать своевременным и надежным партнером и на пути в Европу, и на пространстве ЕАЭС. Сейчас самое время, чтобы найти свои ниши на растущем индийском рынке. Это сегодня делают многие западные страны, потому и конкуренция высокая. Но отбилась, например, после долгого отсутствия вернулся на этот рынок. Бизнесмен Самар Шакил говорит, на руку сыграло и создание совместного сервисного центра. Работает больше года. Прежде отсутствие сервиса было явным минусом. В итоге проигрывали и американцам, и японцам. В этом году планируют поучаствовать в крупном тендере на поставку самосвалов. Правительство Индии активно взялось за развитие угольной отрасли. По запасам угля Индия уступает лишь Китаю. Хотят увеличить добычу как минимум в два раза. Смотря на весь мир сегодня, то, что творится по горной технике, Индия прорывается. То есть там, где действительно большая необходимость, это в Индии. Поэтому в Индии огромные проекты сейчас, которые должны начать. Которые должны начаться следующего года. И я думаю, что у нас есть очень хорошие, серьезные шансы. Мы уже создали почву и фундамент, вложили для Белаза, чтобы расти. Когда мировое производство пойдет вверх, Индии нужны будут квалифицированные рабочие кадры. Вырастет спрос на толковых специалистов. Подготовка таких по силам белорусам. Благо у нас сохранили базу профессионально-технического обучения. Готовы делиться опытом. Ну а пока к нам едут индийцы учиться на врачей. Это если затронуть гуманитарное сотрудничество. А вообще визит белорусского президента поспособствует переходу от простой торговли, поставок удобрений техники до совместных инвестиционных проектов. В том числе и по сборке машин. Мы говорим о технике грузоподъемностью 150 и выше тонн. Сегодня мы обсуждаем, допустим, проекты в области сельскохозяйственного машиностроения. Несколько месяцев назад было создано предприятие, зарегистрировано предприятие совместно между Гомсельмашем и нашим индийским партнером. Уже есть и первые ласточки совместной работы в фармацевтике. Вообще все для того, чтобы с 400-миллионного товарооборота можно было прибавить, ну как минимум, вдвое. Именно такие амбициозные цели ставили лидеры стран, встречаясь в Минске два года назад. Тогда к нам с первым официальным визитом прибыл пронап Макирджи. Кстати, теперь в Индии новый президент. Рам, Нат, Ковинт на посту чуть больше месяца. Но и новый руководитель все так же привержен сотрудничеству с Белоруссией. Президенты проведут переговоры и еще больше ждут от встречи с премьером. Именно правительство имеет больше вес принятия решений и определяет внешнеполитический курс страны. Кабинет на рендромоде называют командой прагматиков. Прагматично настроены и деловые круги. Предваряет переговоры на высшем уровне большой бизнес-форум, который открывается в Нью-Дели. Сюда приехали руководители почти трех десятков компаний и предприятий, для того, чтобы заключить соглашение с индийскими партнерами. Обсуждать дела здесь принято за чашкой чая. Конечно, в стране, которая является одним из лидеров по производству этого напитка, это можно делать бесконечно долго, но все-таки в делах рассчитывают на быстрое продвижение. В главном эфире Наталья Бреус и Виталий Селявко. Нью-Дели, Индия. В преддверии официального визита белорусского лидера в Индию, главный эфир встретился с чрезвычайным и полномочным послом этой республики в Беларуси. Чего ожидать от нынешних переговоров? Почему для двух государств 2017-й стал важным годом? И как наша страна гарантирует продовольственную безопасность Индии? Об этом не только в эксклюзивном интервью с Аксена Панкадж. Прямо сейчас. Господин посол, спасибо за гостеприимство, за то, что нашли время и согласились ответить на наши вопросы. И позвольте мне начать с события, важного события, 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Индией. Как отмечалась эта дата и как бы вы охарактеризовали результат, с которым мы подошли к дню сегодняшнему? В этом году мы провели три мероприятия в Минске. Первая — передача в дар Национальному художественному музею двух фигур слонов ручной работы. Также была организована выставка картин в Национальном историческом музее. И третья — День Индии в Верхнем городе. Обе страны за эти 25 лет достигли многого. Какую роль играют визиты на высшем уровне в отношениях между странами? Визиты на высшем уровне играют большую роль. Это важный элемент отношений между странами. Такие визиты не только помогают установить взаимопонимание между лидерами двух стран, но и дают возможность двигаться в правильном направлении, дают стимул для дальнейшего развития, расширения и диверсификации двусторонних отношений. Я рад отметить, что за последние 25 лет наши страны регулярно обменивались визитами. Как вы знаете, в 2015-м наш президент посетил Минск, прекрасную страну Беларусь, и сейчас мы ожидаем высокий визит из Беларуси в Индию. IT, калийные удобрения, лекарственные препараты. Что сейчас страны предлагают друг другу, что смогут предложить в будущем? У Беларуси очень сильная IT-база. У вас есть парк высоких технологий. Индия также знаменита своими разработками в области программного обеспечения. Говорят, что Индия и Беларусь соперники, но всегда есть области для сотрудничества, для совместной работы, а также для работы в третьих странах. Что касается удобрений, это главная статья импорта из Беларуси, важный элемент для нашего сельского хозяйства. Я не ошибусь, если скажу, что белорусские удобрения обеспечивают продовольственную безопасность Индии. За последние несколько десятилетий фармацевтика стала одним из важных секторов индийской экономики. Беларусь член ЕАЭС. Здесь индийские компании могут создать хорошую базу для производства. Мы убеждаем индийские компании приехать в Беларусь, основаться здесь и использовать ее выгодное положение. Собственно, именно поэтому мощная индийская экономика так заинтересована в ЕАЭС, в частности, в подписании соглашения о зоне свободной торговли. Как вы знаете, мы работаем над договором о зоне свободной торговли с ЕАЭС. В прошлом, до распада СССР, объемы торговли с этим регионом были значительными, но после показатели рухнули. Как только договор будет подписан, стороны получат преимущество. Для Индии это выход на рынки, преодоление барьеров и инвестиции в экономику. А для Беларуси, для стран-членов ЕАЭС, Индия станет дополнительным рынком как для импорта, так и для экспорта. Поэтому этот договор очень важен. Что еще можно сделать для увеличения объема взаимной торговли? В сентябре 2015 года наши страны на заседании межправительственной комиссии поставили цель в миллиард долларов США. Она должна быть достигнута к 2018 году. Сейчас 2017-й, и половина его прошла. Трудно достигнуть этой цифры, но стороны работают очень усердно. Также мы ищем новые области для сотрудничества и торговли. Нам необходимо расширять ассортимент. Гуманитарная сфера, туризм. Как там обстоят дела? В Индии родители прикладывают все усилия, чтобы их дети получили образование. И Беларусь нам в этом помогает. На сегодняшний день более 350 индийских студентов изучают в вашей стране медицину. Беларусь также проявила интерес к участию в индийской национальной программе профессиональной подготовки. У нас можно получить высшее образование в таких областях, как управление, банковское дело и финансы. А еще обучаем аюрведа и гомеопатии. Что касается туризма, в Индии все активнее открывают для себя Беларусь. И поспособствовал этому пятидневный безвизовый режим для тех, кто прилетает в национальный аэропорт. Ваша страна очень красивая, а еще здесь безопасно. Это огромная ценность. Всегда можно найти сферы для сотрудничества. Нужно сесть за стол переговоров и найти их. Я уверен, наша страна ждет хорошее будущее. Спасибо, господин посол, за ваши ответы. Спасибо большое за интервью. А теперь вновь вернемся ко встрече президента Беларуси с лидером КПРФ. На ней, кстати, в том числе обсуждали развитие сотрудничества в сфере АПК. Геннадий Зюганов рассказал, что в свое время присылал в Беларусь специалистов для изучения опыта в агропромышленном комплексе. Многие наработки беларусов нашли воплощение на российских предприятиях. В частности, лидер КПРФ рассказал о совхозе имени Ленина, территорию которого назвал зоной социального оптимизма. Несколько фотоальбомов, где показаны достижения многоотраслевого хозяйства, он подарил Александру Лукашенко. Чтобы оживить картинки, наша съемочная группа съездила в Подмосковье посмотреть на образцовый российский совхоз. Формат хозяйства показался нам очень знакомым. Для беларусов такая модель привычна и называется она «Агрогородок». В Беларуси мы нашли тезку подмосковного сельхозпредприятия поселок Ленина в Бобруйском районе. Как живут современные ленинцы в России и Беларуси? И чье хозяйство лучше? Наши корреспонденты сравнили белорусский и российский опыт заветов Ильича. Кто возьмет аграрную пальму первенства? Расскажем прямо сейчас. Мы же, Максим Угляница и Полина Шуба, прощаемся с вами. Увидимся в главном эфире. Счастливо! В совхозе имени Ленина существует легенда. Возвращаясь из Кремля, Владимир Ильич остановил свой автомобиль примерно в этом месте и подошел к крестьянам, которые трудились на своих частных наделах. «Неправильно делаете», — сказал вождь мирового пролетариата. «Трудиться надо вместе. Так легче». Крестьяне задумались. В этот же день переименовали свое поселение в хутор имени Ленина и стали работать коллективно. Дело было 10 ноября 1918 года. Во всяком случае, именно эта дата считается днем рождения совхоза. Уже более 20 лет им руководит Павел Грудинин. Умелое сочетание принципов социализма и бизнеса превратили хозяйство в одно из самых крупных и эффективных в стране. В год здесь собирают более 2000 тонн плодово-ягодной продукции. Большая половина из общего объема — это земляника. Также выращивают яблоки, малину, голубику. Причем все саженцы закупают в Братской Беларуси. Ваши принципы поддержки сельского хаиста оказались лучше наших. Это, к сожалению, надо признать. Поэтому петурники у вас, саженцы подвоем, берем у вас. Это что касается плодоводства. Конечно, нам бы хотелось бы и свои саженцы. Но пока у нас, скажем так, не стимулирует развитие именно плодоводства. Да и с молоком. Вы же знаете, что у нас, к сожалению, пока вы нас опережаете. Причем очень серьезно. По многим показателям, я считаю, правительству России нужно брать пример в поддержке, в том числе, сельского хозяйства с правительства Беларуси. Занимаются здесь и животноводством. Около тысячи коров, половина из которых доенные, живут полностью в автоматизированном мире. Роботы раздают корм, следят за чистотой. И даже на дойку коровы приходят к компьютеру. Причем не по часам, а по желанию. Специальные механизмы сделают расслабляющий массаж и дезинфекцию вымя. А виртуальный мозг расскажет о самочувствии буренки и качестве ее молока. Мы можем отслеживать изменения, которые с ней происходят. То есть результаты того, что были вчера, что было за месяц, что сегодня. Робот сам может предупредить о том, что у каких-то коров происходят какие-то изменения, и на них нужно посмотреть. Или, например, он сам может понять, что у коровы проблемы с выменем начинаются, и молоко, которое она дает, опасно для питания человека. Тогда он дает эту корову в отдельные емкости, в сепарационные ведра. Подмосковный совхоз имени Ленина не зря называют зоной социального оптимизма. Здесь не только интересно трудиться, здесь комфортно жить. К рабочему месту молодой специалист получает достойный бонус – ключи от собственной квартиры. Мы делаем так же, как делали в Советском Союзе. То есть человек может купить жилье с рассрочкой в 15 лет. Естественно, сумма выплачиваемая месяц такая, чтобы это его не сильно напрягало. То есть от 5 до 10 тысяч рублей. Ну, при зарплате средней в 78 тысяч, понимаете, что это не такие деньги, которые можно было... А потом это беспроцентно. Зарплата растет, а сумма долгу уменьшается. Поэтому это не накладно и работникам, ну, а хозяйство вкладывает фактически деньги в будущее, потому что эти работники никуда не уходят, текучести кадров нет. Недавно в совхозе открыли новую школу, учеба в которой – настоящая мечта школьника. Теоретические знания сразу закрепляют на практике и все в форме игры. Детей учат думать, творчески подходить к решению любых задач, помогают определиться с будущей профессией. Поэтому отсюда уже выходят готовые специалисты. А чтобы продлить детство, в совхозе работает уникальный детский парк, где каждый аттракцион – это захватывающее путешествие в сказке Пушкина и Носова. Таким образом, дети, отдыхая, изучают литературу русских классиков. Муха попали пошла, муха денежку нашла, пошла муха на базар и купила сама. Также здесь есть парк отдыха с уютными беседками и красивым видом на пруд. Скоро появится и спортивно-здоровительный центр с большим бассейном, банями и спа-процедурами. И глядя на умиротворенное лицо каменного Ленина, понимаешь, что в этом месте его идея социальной справедливости, равенствия и братствия – не утопия, а реальность. Белорусский поселок Ленина находится примерно в 120 километрах от Минска. История этого населенного пункта начинается еще в XIX веке. Ленинцами же местные жители стали называть себя в 1924-м. Это был последний год в биографии вождя мирового пролетариата. В дореволюционную эпоху эти земли принадлежали помещикам Забелла. Здесь были мельницы, крахмальные и винокурные заводы. О дворянских временах сегодня напоминает вот эта графская часовня-усыпальница. Ходят легенды, что на Купальскую ночь в этом здании из тесаного камня иногда даже горит свет. Это очень хорошая реликвия старина. Три таких каплицы только по Белоруссии. Так что надо хранить памятники эти. Ровно 10 лет назад поселок Ленина получил статус агрогородка. И, как здесь говорят, началась новая жизнь. Экскурсию по самым популярным объектам для нас проводит председатель местного сельсовета. В нашем учреждении здравоохранения работает человек года. В амбулатории постоянно принимают врач общей практики и стоматолог. Узкие специалисты по графику приезжают из Бобруйска. Рядом детский сад. Малышей сюда подвозят из всех окрестных деревень. Два магазина, банк, почта и даже собственный фитнес-центр. Все на месте. Ленинцы вообще люди очень доброжелательные, очень гостеприимные. И народ очень трудолюбивый. В нашем агрогородке созданы все условия для того, чтобы человек мог достойно жить и достойно трудиться. Есть в поселке и своя Ленинская школа. Именно на ее территории находится памятник Владимиру Ильичу. В классах этого учебного учреждения можно увидеть как орудия труда прошлого, так и инвентарь будущего. Отдельные уроки проходят с использованием интерактивной доски. Два ученика настолько продвинулись в сфере IT, что сделали электронную карту своего родного поселка. Насыщением карты проблем не было, потому что довольно-таки интересная здесь жизнь. И много чего можно посмотреть гостю и много где поучаствовать, много куда сходить. Всего в агрогородке проживает около полутысячи человек. Мы заглянули в гости к одному из самых уважаемых ленинцев Алихану Кантаеву. Он работает механизатором уже больше трех десятков лет. Неоднократный лидер жатвы. Успевает при этом трудиться и на коллективном поле, и на собственных 16 сотках. Выращивает все от экзотических черных помидоров и до традиционной бульбы. Урожай картошки в этом году, слава богу, хороший. Уже собрали мешков 12, собрали мы. И что есть, ну на нашу семью так хватит, и что даже и поделиться с кем-нибудь хватит. Алихан в свои доленинские времена жил в городе, работал на заводе, но потом решил перебраться сюда, в деревню. Его сын, имея возможность уехать в Минск или Бобруйск, все-таки пошел по стопам отца и сегодня тоже работает механизатором. Со мной он помощником на комбайне работал. Все время, наверное, от меня эту жилку перехватил. Мне нравится эта работа. Всю жизнь я проработал механизатором. И мне кажется, это очень даже такой почетный труд. Самый крупный работодатель в агрогородке – это совхоз Киселевичи, в котором разводят скот, производят молоко и выращивают зерно. Но в Ленинском поселке активно развивается и частный сектор. Местное озеро арендовал бизнесмен Валерий Одношовин. Запустил карпа, благоустроил береговую линию и принимает любителей порыбачить. Рядом взял еще 40 гектаров земли, на которых выращивает картофель, кукурузу и фрукты. Конечно, есть удача. А за счет чего живем, дальше развиваемся. Деньги же нас где-то брать. Мы как бы своими силами стараемся организовывать бизнес. Вариантов отдыха в агрогородке сразу несколько. Есть пара агроусадеб. Василий Дедков свой деревенский отель открыл 6 лет назад и с тех пор постепенно расширяется. Это вот наши мясные. Это если для гостей кто-то изъявил желание, то мы, как говорится. Свежее мясо можем подать, запечь, либо зажарить в духовом шкафу. Семья Манукян является пионерами в сфере агротуризма. На Бобрущине свою усадьбу они возвели в начале 2000-х на остатках фундамента от имения графа Забелла. Площадь дома полтысячи метров квадратных. Рядом построили баню и разбили виноградники, урожай с которых идет на приготовление домашнего вина. Здесь уже гостевали и американцы, и турки, и шведы. Удачный у ленинцев получился бизнес-проект. Государство как-то поощряет это все, не препятствует. Но это очень стимулирует к тому, чтобы развиваться дальше, вести свой бизнес. И любой человек может. Но только надо много работать, это как и везде во всем цивилизованном мире. Социальный оптимизм не пустые слова и для российских, и для белорусских ленинцев. В наше время не так сложно наладить деревенскую жизнь с настоящим городским комфортом. Главное в этом деле хозяйский подход. В главном эфире Алексей Адашкин, Дарья Белоусова-Петровская, Виктор Шпак и Алексей Чернюк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова